Думаю, небольшой перекус не навредит. Можно мне 6 пончиков, 4 киксика и 1 тортик? Привет, ребят! Сколько у вас вкусной еды? В моем родном мире мы подзаряжаемся через специальные энергетические ячейки, но упав на землю, мне пришлось приспособиться к вашей еде. Это работает так. Еда попадает в желудок. Там она преобразуется в энергию, которая помогает вам ходить, прыгать и летать в космосе. Секундочку. Я забыл, что люди не умеют летать. Летать по-английски это... Fly? Fly! Ой, кажется, я тоже разучился летать. Наверное, я переел сладкого и энергии стало очень много. Напишите в комментариях, какую здоровую земную еду мне стоит попробовать. А я пока попробую взлететь еще раз. Привет вам из океана. Не ожидали увидеть меня под водой? Мы со Спарклзом играем в прятки и он пока очень хорошо прячется. Смотрите, это же пиратский корабль. Спарклз точно спрятался в нем. Давайте проверим. Кажется, его тут нет. Погодите-ка, тут пиратский сундук. Блин, тут только скучные старые сокровища. Сокровища по-английски это... Treasure? Где же Спарклз? Попался. Снимать свой костюм краба. Ой, кажется, это не костюм, а настоящий краб. Но может он знает, где Спарклз. Куда-куда он пошел? Вы не поверите, где спрятался Спарклз. Как вы думаете, где он? Привет, друзья. Знаете, какой самый популярный вид спорта на Земле? Правильно, это футбол. По-английски футбол будет. Футбол. Сокер. В некоторых странах футбол по-английски называют... Футбол. А в других... Сокер. Вот бы я тоже был настолько популярным, чтобы у меня тоже было два имени. Посмотрим, смогу ли я забить свой первый гол. В воротах у нас сегодня мой старый друг, вратарь команды Галактические Пушистики. Пушистик. Ты же даже не пытался его отбить. Кажется, нам с Пушистиком еще нужно многому научиться. А вы напишите в комментариях, какой спорт нам еще стоит попробовать. Боже ух. Мы продолжаем играть в прятки со Спарклзом. Мои поиски завели меня в город Париж. Точно. Я же могу забраться на Эйфелеву башню и осмотреться оттуда. Зацените, я на Эйфелевой башне. Вы знали, что башня на английском это... Tower? Я узнал, что вся эта башня сделана из железа весом 10 тысяч тонн. Это же как две тысячи слонов, которые стоят друг на друге. Нужно подняться еще выше. Вау. Город такой красивый с высоты. Смотрите. Вот Нотр-Дам. Вот там Лувр. А вот. Милая девушка ест круассан. Но тут все еще не видно Спарклза. Почему он не мог просто в шкафу спрятаться? Я продолжу свои поиски. Но раз уж я в Париже, то нужно сделать селфи для моих друзей с Infinity 5. Привет, друзья. Сегодня я решил забраться на гору. И не просто на какую-то гору, а на сам Эверест. Это самая высокая гора на Земле. Я знаю, о чем вы думаете. Бадди, но почему ты просто не взлетишь на вершину горы? Дело в том, что мы со Спарклзом поспорили, кто быстрее доберется до вершины. Было бы нечестно, если бы я просто туда долетел за минуту. Получилось. Я на вершине Эвереста. Посмотрите на эти флаги вокруг. Их поставили все те, кто тоже смог добраться до вершины. Знаете, как будет флаг по-английски? Флаг? Флаг! Спарклз! Поверить не могу. Ты обогнал меня. Не знаю, как ты, но я слишком устал, чтобы спускаться вниз. Если вы знаете, как нам спуститься с горы, то напишите об этом в комментариях. Привет! Сегодня мы со Спарклзом решили узнать побольше о Хэллоуине. Это такой особенный день, когда дети наряжаются в страшные костюмы и грабят соседей, отбирая у них все конфеты. Правильно! Хэллоуин – это еще и пора, когда все рассказывают страшные истории о ведьмах и призраках. На моей родной планете нет ничего такого, но есть зомби-боты. Зомби-боты раньше были такими же милыми роботами, как я, но однажды они заразились злым вирусом. И теперь вместо того, чтобы собирать знания о мире и вселенной, они стараются уничтожить эти знания. И как же нам остановить зомби-ботов? Нужно просто продолжать учиться. Я прав, Спарклз? Бууу! Спарклз, ты меня напугал. Ребята, нам со Спарклзом пора просить конфеты. Скачивайте мое приложение и помоги мне в сражениях с зомби-ботами. Счастливого Хэллоуина!